Эта история Леонида Млеччева для тех, кому небезразлично наше прошлое. Еще несколько лет назад невозможно было представить, что в Нагорном Карабахе возникнет не стычка, не конфликт, а разразится настоящая современная война с применением тяжелого оружия, дальнобойной артиллерии, авиации, бронетанковой техники и современных беспилотных аппаратов. И я смотрю, что мои коллеги, военные корреспонденты с особым вниманием наблюдают за тем, что там происходит, потому что использование этой современной техники, радиоэлектроники позволяет просто изменить ситуацию на поле боя. Справедливо военные специалисты говорят о разразившейся, начавшейся революции в военном деле, где робототехника, где беспилотные летательные аппараты будут определять ситуацию в боевых действиях. Но это совершенно не главное. Главное для нас с вами состоит в том, что там убивают людей, что там идет настоящая кровопролитная война. И никто не в состоянии эту войну остановить. Несколько лет назад это тоже казалось невозможным, потому что явно были силы, которые хотели и могли, когда возникали конфликты, их погасить и не доводить дело до кровопролития. Что изменилось? Мир действительно изменился, и пандемия ухудшила ситуацию, в которой все заняты собственными делами и мало желания заниматься чужими делами. Конечно, мы с вами можем только констатировать, что в этом давнем конфликте не просматривается очевидное для всех компромиссное решение, которое устроило бы обе стороны и позволило бы прекратить боевые действия. Но это не значит, что ситуация безвыходная. Когда мы заболеваем, мы же обращаемся к врачам, заниматься самолечением вредно. Когда речь идет о таких конфликтах, тут тоже есть немалый отряд скорой помощи. Это дипломаты. И я поражен, что до сих пор не наблюдаю картины, при которой бы руководители Российского министерства иностранных дел как челноки перелетали бы из Еревана в Баку, из Баку в Ереван, а если нужно, посещали бы и другие столицы, начиная с Анкары. Кстати говоря, челночная дипломатия – это термин, который возник после Ёмки-Пурской войны, Октябрьской войны 1973 года, в которой Израиль воевал против Египта и Сирии, возник в тот момент, когда американские дипломаты, американскую дипломатию возглавлял тогда государственный секретарь Генри Киссинджер, взялись налаживать отношения между только что воевавшими державами, между арабскими странами с одной стороны и Израилем с другой. И тогда действительно эти самолеты Киссинджера и его заместители перелетали из Иерусалима в Каир и из Каира в другие арабские страны. И однажды заместитель Киссинджера в государственном департаменте Джо Сиско, приветствуя американских журналистов, сказал «добро пожаловать на египетско-израильский челнок». Эта челночная операция увенчалась полнейшим успехом. Через несколько лет был заключен мир между Египтом и Израилем. И со знаменитой встречи в Кэм-Дэвиде, резиденции американских президентов, под патронажем все это происходило тогда уже, президента Джимми Картера был подписан мир. И мир этот прошел больше всего десятилетий, мир этот существует. Ну, кто-то может сказать, что они не любят друг друга. Так любить надо жену или мужу надо любить жену, а жене мужа, а родителям, детям родители. Государства не любят друг друга, и народы не особенно любят друг друга, но сотрудничают. И самым поразительным образом сотрудничают, в первую очередь, израильские и египетские военные, очень тесно. А уж вражда между Израилем и Египтом была похожей, или более ожесточенной. Там было несколько войн, и мир между Египтом и Израилем казался невозможным, немыслим, но он наступил, он существует, и больше никто там друг друга не убивает. Почему мы сейчас не наблюдаем такой же активной миротворческой дипломатии? Мне кажется, что причин, конечно, вот несколько, и пандемия, которая как-то усилила такие националистические, эгоистические чувства чуть ли не во всех государствах. Но мне кажется еще, что и средства массовой информации не исполняют своего профессионального долга. Мы не рассказываем людям о масштабах трагедии. Люди не понимают, что нужно приложить колоссальные усилия, нужно вложить средства в это, и не подталкивают дипломатию к тому, чтобы активно действовать. Я помню, когда конфликт из Иногорного Карабаха вспыхнул, еще был Советский Союз в конце 80-х годов. Это была эпоха подъема отечественной журналистики. И вся отечественная журналистика, лучшие журналисты тогда писали, говорили, рассказывали о том, что происходит. Мы столкнулись тогда с тяжелейшей проблемой. Я работал в журнале, в еженедельнике. И когда начался этот конфликт, то мы решили профессионально поступить, заказать статью в Баку и статью в Ереване, и дать нашим читателям возможность ознакомиться с двумя точками зрения. Заказали статьи, получили, прочитали, и поняли, что публиковать их нельзя, потому что это были не журналистские материалы, это были манифесты ненависти. И помню, как я написал нашим читателям, что мы потерпели творческую неудачу, это нельзя публиковать. Придется нам самим вникать, изучать эту проблему, чтобы рассказать вам, что происходит, и вместе мы будем искать варианты решения. Тогда отечественная журналистика была на подъеме. Тогда появились такие программы, как «Взгляд». Потом 12 этаж, эти программы были созданы Эдуардом Михайловичем Сагалаевым, одним из отцов-основателей отечественного телевидения. Потом он возглавил программу «Время» и изменил, и он превратил программу «Время» из такой летописи начальственных деяний в программу, которая осмысляет сегодняшний день и служит зрителю. В этом была сила этих программ, и «Взгляда», и «12 этажа», и других программ того времени, телевизионных, что они исполняли не высшую волю, или не продавались, и не покупались. А работавшие там тогда журналисты сознавали свой долг перед зрителями, точно так же, как газетчики перед читателями, журналисты радио перед своими слушателями. Самые главные проблемы должны быть проанализированы и поняты. Журналист – это же как врач-диагност. Он сталкивается с проблемой и должен приложить все усилия для того, чтобы понять ее причины, проанализировать и выложить на стол перед читателем, зрителем, слушателем результаты этих изысканий. В общем, и сам процесс изыскания тоже должен быть открытым, чтобы зритель, читатель и слушатель понимал, как именно все это происходит. И тогда лучшие специалисты по этой сложной проблеме сидели в телестудиях. Эдуард Михайлович Сагалаев тогда очень точно угадал и стиль этих программ живой, непосредственный, понятный, и людей, которые должны были это делать, начиная с Александра Любимова, Владислава Листьева, которые делали это как-то так понятно и ясно, любому человеку в стране было понятно, что тогда происходит. И я думаю, что в немалой степени, благодаря тому, что тогдашняя наша журналистика так серьезно взялась за конфликт, через какое-то время удалось найти хотя бы временное решение этой проблемы. если нет возможности найти компромисс, который устраивает обе стороны, хотя бы погасить конфликт, и там действительно было достигнуто прекращение огня, и почти больше 20 лет там не полыхала война. Это было то, что дипломат называет замороженный конфликт. Это не очень хорошо, потому что он какой-то момент может разморозиться, что мы сейчас и видим, но тем не менее хотя бы на какое-то время мы там перестали убивать. Я думаю, что это был результат работы журналистов, которые, сознавая свой долг, объясняли обществу, что это неотложная проблема, что ей надо заниматься. И, конечно, вот я представляю себе, что, не знаю, сейчас бы Дарья Михайлович Соголаев возглавлял бы один из наших государственных каналов, и надо было бы тогда зрителям рассказать, что этот конфликт имеет долгую историю. Но она началась когда-то не унаследована была там от наших каких-то далеких предков, а этот конфликт, как и многие другие главные конфликты современности, это результат Первой мировой войны, когда противостояли два блока, страна Антанты, в которую входила Россия, и страна Четверного Союза, в которой вместе с Германией воевала и Османская империя, нынешняя Турция, тут Османская империя была огромна, она объединяла колоссальное количество территорий и народу, весь современный Ближний Восток. Под властью Османской империи находилась и определенная часть армянского населения, которая в силу исторических причин, симпатий, исходства и религиозных симпатий симпатизировала Россию, и турки жестоко отомстили армянам за эти симпатии к России тогда, произошел в 1915 году первый геноцид, первые турки пытались уничтожить армянское население, это страшная трагедия, не только был первый случай геноцид, но эта тяжкая трагедия, конечно же, запомнилась, и шрамы эти никуда не исчезли. Потом произошла революция, распалась Российская империя, и дальше начались на окраинах Российской империи, начались процессы, которые мы очень плохо знаем, потому что у нас все учебники истории москвоцентристские, что в Москве происходило, в Питере, мы еще так более-менее представляем, а что происходило на окраинах Российской империи, представляем себе очень плохо. А после того, как большевики взяли власть, депутаты учредительного собрания, избранного в 1917 году всенародно, это было первое всенародное голосование, административного ресурса в ту пору не было, голосовали очень тесно. Так вот, депутаты учредительного собрания были, учредительное собрание собралось в январе 1918 года, в Петрограде было разогнано большевиками. Многие депутаты с этим не смирились. Одни собрались в Самаре, образовали комитет учредительного собрания, чтобы вести борьбу против большевиков, а в Тифлисе, теперь Тбилиси, собрались депутаты учредительного собрания, избранные от Закавказья. И сначала они образовали Закавказскую федерацию, но не сумели договориться, и произошло создание сразу нескольких самостоятельных государств. Грузии, Армении и Азербайджан. И депутаты, депутаты мусульмане, 44 депутата, провозгласили независимый Азербайджан, создали собственное правительство. А в Баку происходили сложные события тогда, потому что в конце 1917 года власть перешла к Бакинскому совету. Но ситуация в городе была очень неоднородной. И там создались две партии, противостояние которых определит дальнейшую жизнь. Потому что партии эти были сформированы в основном по этническому признаку. Возникла партия Дашнак-Цутюн, которая объединила армян, которые жили в Баку, и партия Мусават-Равенство, которая объединила азербайджанцев, которые, естественно, жили в Баку. А Мусават-Равенство и партия Мусават выступала за такое национальное самоопределение азербайджанского народа. И между ними началось столкновение по политическим соображениям между большевиками и противниками большевиков. Но большевиков поддержала партия Дашнак-Цутюн, а противников большевиков поддержала партия Мусават. И эти столкновения сразу же приобрели религиозно-этнический характер. Получилось, что азербайджанцы-мусульмане против армян-христиан. Сначала это прошло незамеченно, потому что в ту пору принадлежность к религии не имела большого значения. Но шрамы залегли. Все это закончилось настоящим кровопролитием. И поссорило между собой два народа. А тут еще возник и турецкий факт. Потому что большевики же пожелали выйти, закончить Первую мировую, заключить сепаратный мир. Сепаратный мир подписали ведь не только с Германией, но и с Османской империей, с Турцией, уступив определенные территории, пообещав вывезти оттуда войска. И турецкая армия начала наступление. Турецкая армия подписала договор с Азербайджанской республикой. Турецкие войска вошли в Баку. Туркам нужна была нефть. А азербайджанское правительство получило вооруженную турецкую поддержку. А уже за спиной был армянский геноцид 15-го года. И начались столкновения между... В которых с одной стороны участвовали армяне, а с другой стороны азербайджанские военные формирования и турецкие военные формирования. Весной 20-го года, когда Турция потерпела поражение, как и все остальные страны Четверного Союза в Первой мировой войне, и вынуждена была вывести войска, а Красная армия крепла. Весной 20-го года большевики вернулись в Баку. Началось переустройство жизни. Тогда возник вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха, из-за которого сейчас полыхает война. Потому что это был регион, в котором большая часть населения была армянской. Армяне хотели, чтобы эта территория отошла к Армении. Азербайджан сказали, что это наша территория. И после долгих споров Нагорный Карабах остался в составе Азербайджана, получив определенную автономию. Но из этого страшного столкновения, кровавого столкновения времен гражданской войны не были извлечены никакие уроки. Ведь советская власть заявила, что все национальные проблемы у нас в стране решены. Поэтому даже говорить не о чем. И все конфликты, они никуда не исчезли. Они были просто спрятаны. Кому-то бы ничего не происходит. Но память сохранилась, и она жила в сердцах людей и не отпускала их. Если бы тогда, после гражданской войны, общество прошло через то, что древние называли катарсисом, очищением. То есть попытались осмыслить, что произошло. Попытались понять, кто и что делал неправильно. И как надо поступить, и извлекли из этого руки, то, возможно, тот конфликт ушел бы в историю. А как он в историю не ушел, он остался в сердцах и полыхал. Я помню, в юные годы к моим родителям приезжали люди со всей тогда еще единой страны. И вот что мне тогда бросалось в глаза, что когда приезжали гости из Еревана, то рано или поздно они заговаривали об Азербайджане и говорили плохо. Когда приезжали гости из Баку, то рано или поздно они заговаривали об Армении и тоже отзывались негативно. Я фиксировал это, не подозревая всей сложности этих проблем. Думал, что может за этим стоять что-то личное. А когда началась перестрелка и когда вспыхнули все, мгновенно проявили все эти таившиеся, приглушенные, прикрытые листвой пожары, когда они вспыхнули и заполыхали, стал ясен масштаб этих проблем. И стало ясно, как много времени упущено, что столько десятилетий было для терапии этих конфликтов, но никто этим не занимался, а теперь это приобретает просто катастрофический характер. Но тогда еще раз вернусь к этому. Отечественная журналистик в конце 80-х, в начале 90-х сыграла колоссальную роль в мобилизации общественного мнения в сторону того, что нужно каким-то образом погасить этот конфликт. Тогда органы государственной власти были очень внимательны к общественному мнению, и, видя это, предприняли колоссальные усилия, и конфликт тогда был погашен. И вот еще раз. Почему я вспомнил Дарта Михайловича Сагалаева? Потому что 3 октября Дарта Михайловича Сагалаева, одного из создателей современного телевидения, на день рождения, ну, в прежние времена имел бы возможность его поздравить лично, пожать руку, а сейчас могу это сделать только на расстоянии, я подумал о том, почему тогда, на закате советской эпохи, именно в журналистике сосредоточились вот такие лучшие имена, самые блистательные, самые яркие люди. Там возглавляли газеты, радио, телевидение. Потому что тогда журналистика была сосредоточием духовной жизни страны, а жизнь кипела, потому что люди задавались вопросами, что делать, почему с нами это происходит, они искали решения. И это обсуждение, эта дискуссия шла в средствах массовой информации. Ты писал статью в газете, ее прочитали миллионы, ведь у лучших газет были миллионные тиражи. Ты выступил по телевидению, и вся страна приникла к экранам, и поэтому на телевидении тогда сконцентрировались вот самые яркие имена, самые талантливые люди. И тогда речь шла не о карьере, а не о деньгах, еще не подозревали об этих больших соблазнах. Хлынули туда люди, которые видели в этом свой профессиональный ток. Довард Михайлович Сагалаев вовсе там не аскет, не небесеребрик, наоборот, он человек, любящий и ценящий жизнь. Но мы с ним в последние годы многие раз оказывались на различных телевизионных мероприятиях. Ну, ты ездишь туда в поезде, подстук, так сидишь в вагоне, подстук на вагонных колесах. Довард Михайлович иногда вспоминал какие-то эпизоды своей жизни, а я хороший слушатель. И я обращал внимание, что он возвращался всегда к ситуации выбора. А выбор был простой. Высокая должность или соблюдение профессионального долга. Большие деньги или соблюдение профессионального долга. И всякий раз выбирался соблюдение профессионального долга. Я понимаю, почему. Потому что он человек, масштабный, потому что он человек, который понимает, что у журналистов в общем ничего, кроме репутации, нет. Репутацию ты создаешь годами и десятилетиями, а потерять можешь годами, а восстановлению не подлежит, как отрезанную ногу не вернешь. Репутация, сознание своей роли в профессиональной журналистике, это имеет определяющее значение. Он руководил и российским каналом. А потом я обратил внимание, он ушел из государственного телевидения и создал первый в России частный телевизионный канал ТВ6. Но сейчас у нас есть канал, который называется развлекательным телевидением. Это был первый опыт. Безумно интересно и очень профессионально. Канал получился прекрасно. А потом из него ушел. А почему? Я понимаю, почему. Потому что опять возникла опасность повредить своей репутации. И Эдуард Михайлович ушел, и он занялся очень благородным делом. Он создал национальную ассоциацию, которая объединяет создателей телевидения по всей стране. Ведь у нас помимо московского телевидения, слава тебе Богу, есть телевидение по всей стране. Они оказались в тяжелейшем, эти телекомпании оказались в тяжелейшем положении, потому что телевидение очень дорогое производство. Оно требует колоссальных денег. А в Москве деньги есть, и в Питере деньги есть, а уже в небольших городах с деньгами трудно. Деньги есть и у губернатора, у мэра, или у какого-то богатого человека. И вступая с ними в отношения, ты чем-то жертвуешь. Иногда это очень заметно. Вот на телевизионных фестивалях смотришь программы новостей, сделанных в разных уголках нашей неоглядной страны. Люди незнакомы друг с другом. Выпуски новостей совершенно одинаковые. Там губернатор провел совещание, губернатор выехал куда-то, у него взяли интервью, потом мэр провел совещание, мэр куда-то выехал, потом сообщение о дорожно-транспортном происшествии, премьера в театре, и все. Никакого разговора о том, что реально волнует людей в этом регионе. Это полное неисполнение своего профессионального дома. Но слава тебе, Господи, есть выдающиеся наши коллеги, которые по всей стране делают профессиональное телевидение, сталкиваются с кончей проблем. Им нужно помогать. Эту миссию Эдуард Михайлович Сагалая взял на себя. Кроме всего прочего, он проводит еще целый ряд фестивалей, крайне важных для немосковского телевидения. Потому что, ну ладно, в Москве огромное количество журналистов, можно встретиться, поговорить, обсудить свои проблемы. А в небольшом городе одна станция, не с кем поговорить. На фестивале можно обсудить свои профессиональные проблемы, а что очень важно для жюри, есть возможность отметить замечательные работы. Ну, когда Сагалаев проводит какое-то мероприятие, всякий раз в другом городе, это событие, там для губернатора, для мэра, проезжает местное начальство, проезжает федеральное начальство. Для них важно, чтобы были отмечены какие-то дорогие в сердце программы. Ну и для Сагалаева, конечно, важно какие-то отношения с этими высокими федеральными или местными чиновниками. Случая не помню. Чтобы он подошел к жюри и сказал, ребята, вот мне надо, что вы отметили такую программу. Случая такого не было. Я понимаю, почему. Не потому, что он доверяет членам жюри, а потому, что он создает масштаб своей фигуры. Для такого человека мелкие интриги просто невозможны. Он сознает свой долг перед обществом. Он один из основателей российского телевидения и понимает, что это такое. Так вот, я задумался о том, что вот если бы сейчас Эдуард Михайлович Сагалаев каким-то образом бы руководил телевизионной компанией, то сейчас нужно было бы, конечно, рассказать об истории этого конфликта, заговорить о дне сегодняшнего, о том, как получилось, что, скажем, Турция стала играть такую колоссальную роль и стала подталкивать по существу Азербайджан к проведению военной операции, говорить, что операция, никакой мир невозможен, пока Армения не отдаст Нагорный Карабах. Любопытно слышать это из уст руководителей Турции, которая в 1974 году вела войско на остров Кипр, отрезала часть Кипра, откуда бежали все греки и создала там непризнанную республику Северную Кипру, не признанной никем, кроме как Турции, совершенно не собирается не выводить оттуда войска, ни что-либо менять. Нужно было бы пытаться понять, почему не удаются дипломатические усилия. Есть, собственно говоря, три силы, которые способны этим заняться. Соединенные Штаты как государство с огромной политической, военной и финансовой мощью. То есть есть что предложить. Европейский Союз, потому что это тоже мощное объединение, и Россия. Можно все что угодно говорить про Трампа, но он достиг немалых дипломатических успехов как раз в последнее время. Он сумел усадить за стол переговоров руководителей Сербии и Косово, которые тоже воевали друг с другом самым ожесточенным, самым кровавым образом. Усадил за стол переговоры, они подписали соглашение, которое позволяет им сосуществовать, вести нормальную жизнь. Но это главное, любить они друг друга не будут, да и не надо. Трамп достиг немалого прогресса в Ближневосточном урегулировании. Сразу два государства подписали мир с Израилем. И это не просто так. Поразительным образом палестинцы, естественно, потребовали, чтобы Лига Арабских стран, Объединение всех арабских государств осудило предателей, которые посмели заключить мирный договор с Израилем. Лига Арабских стран отказалась это делать. И это результат успеха американской дипломатии. Европейский Союз – более сложная структура, там требуется консенсус для принятия любого решения. Тем не менее, тоже только что достигли немалого успеха. У Турции и Греции были тяжелейшие отношения на грани начала боевых действий. Они не могут поделить между собой участки шельфа, там, восточной части Средиземноморья, где найдены огромные запасы природного газа. Все хотят их добывать, эксплуатировать эти залежи, экспортировать газ. Они столкнулись. Турция посылала туда боевые корабли. Все было на грани военного конфликта. Но только что Европейский Союз и НАТО заставили Афины и Анкару подписать соглашение о создании механизма урегулирования возникающих проблем. То есть, не допустили военного конфликта и создали механизм. Но на самом деле, мне кажется, ключевая роль в урегулировании сейчас проблемы с Нагорным Карабахом должна принадлежать России. По понятным причинам. Во-первых, эти республики нам не чужие. Конечно, 30 лет прошло со времени распада Советского Союза, но люди моего поколения все еще помнят, что мы были частью единой страны. У нас есть друзья и в Баку, и в Ереване. Рядом с нами, здесь, в России, живет немалое число выходцев из Армении и Азербайджана. Они нам не чужие люди. Мы не можем равнодушно относиться к ним и ничего не делать. Как-то Россия связана с серьезными отношениями и с Арменией, и с Азербайджаном. Армения военный союзник России, но Азербайджан формально не военный союзник, но партнер и очень близкое нам государство. Мы должны приложить колоссальные усилия. Я представил себе, конечно, что если бы сейчас об этом заговорили бы как надо в средствах массовой информации, если бы люди осознали, что мы должны во что бы то ни стало добиться успеха, это явно подействовало бы на российскую дипломатию, которая увязла в том, что дипломатию, не назовешь, которая в последнее время занимается публичными заявлениями. Это не имеет отношения к профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность это бесконечные встречи, разговоры, перелеты, утомительные, тяжелые, за закрытыми дверями. Но явно, что это решение могло бы быть принято, реализовано, если бы они слышали каждый день с экранов телевизоров, что это сделать необходимо. Я думаю, что, кстати говоря, это было бы очень патриотично, потому что мало того, что мы прекратили бы войну, и люди перестали бы убивать, это было бы лишним доказательством престижа российского государства на международной арене. В словом, я сожалею, что Эдарь Михайлович не руководил сейчас телевизионным каналом. Все, что мы можем сделать сейчас, поздравить его сердечно с днем рождения. Ну, а мы с вами дальше будем говорить о фигурах, которые на самом деле определяют ситуацию в жизни и вокруг нас. Будем говорить об этих фигурах, будем вспоминать их, рассказывать. Все это помогает нам разобраться вне сегодняшнего. Но, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok